Восьмая по счету лыжная гонка памяти Елены и Владимира Коростелёвых прошла в Бужанинове. Супруги-тренеры воспитали не одно поколение профессиональных спортсменов. Елена Коростелёва, мастер спорта СССР, проработала тренером-преподавателем три десятка лет. За это время подготовила троих мастеров спорта, пятерых кандидатов в мастера спорта. Благодаря ее усилиям, в частности, была организована детская и юношеская секция спортивная в Сергеевом Посаде, лыжная, которая существует по нынешний день. И, естественно, через нее прошло огромное количество спортсменов, лыжников, даже поколения. У нас есть ситуация, при которой уже родители, которые занимались спортивной секцией, приводят своих детей в ту же самую секцию, в которой они занимались с самого маленького возраста. Владимир Коростелёв – заслуженный тренер России, бронзовый призер чемпионата СССР. С 1990 по 2003 года был тренером национальной российской команды по лыжным гонкам. Готовил спортсменов к чемпионату мира и Олимпийским играм в Японии. Сегодня дело Елены и Владимира Коростелёвых продолжают их дети. У нас такая преемственность поколений, то есть дети, которых выпускали родители, их приводят своих уже детей к нам заниматься. Также моя дочка занимается лыжными гонками, но пока что для здоровья. То есть это очень хороший вид спорта, именно для того, чтобы закаливать ребенка. То есть дети не болеют, приходят, занимаются на свежем воздухе, значит, на морозном. В восьмых соревнованиях памяти Елены и Владимира Коростелёвых приняло участие рекордное количество лыжников. У нас заявилось 460 человек предварительно, и был задуман резерв. Вот люди сейчас продолжают заявляться. Ну, есть шанс, что мы 500 человек переварим. То есть для этих соревнований действительно это впервые такая большая цифра. Всего у нас 28 возрастных категорий. Ну, у ветеранов, взрослых с шагом 10 лет, да, у детей каждые два года. В зависимости от возрастной категории лыжники бегут 500 метров, 1, 2, 4 и 6 километров. Фёдор Тишин – самый молодой спортсмен. Занимаемся мы на юности. Тренер нашей пилюга Анастасия Олеговна. Это младший ребёнок, старший. Вот он как раз и бежит, старший. Тоже будет участвовать. Это наши первые соревнования на лыжах. Сколько малышу? Малышу в марте 4 будет. А старшему? 8, в апреле 9. Фёдор, ты волнуешься перед соревнованиями? Нет. В гонке участвуют любители и профессионалы лыжного спорта. Среди спортсменов есть и воспитанники тренеров Елены и Владимира Коростелёвых. В 6 лет меня брат привёл в секцию к Владимиру Павловичу Коростелёву и к Елене Ивановне. И вот я занимался у них. И потом впоследствии перешёл к Анастасии Владимировне Коростелёвой. Сейчас я параллельно занимаюсь биатлоном у Агарковой Елены Дмитриевны. Она тренера из Москвы. Я в биатлоне бегаю из Москвы. У меня кандидат мастера спорта. Я выигрывал первенство Москвы. Был в десятке на первенстве России. В соревнованиях участвуют спортсмены из Москвы, городов Подмосковья, Тверской и Владимирской областей. Наибольшее количество лыжников представляют Сергеево-Посадский городской округ. Сейчас в данный момент выступают 25-30 спортсменов приехали на соревнования. Мы каждый год выступаем. Каждый год я выступаю на этих соревнованиях. Что сегодня можете отметить? Ну и какие пожелания? Ну я считаю, что важна память. Это память тренера. И я считаю, что надо каждого тренера проводить. Тем более великого тренера. Я считаю, что это память. Это куча народа. Это больше знакомства, больше спортсменов, больше соперников. На лыжных гонках памяти Елены и Владимира Коростелёвых разыграли 12 комплектов медалей. Всех лыжников ждали памятные подарки и призы. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Тема.